Так, ну что ж, сейчас мы с вами начнем подготовку георгин к посадке. Сейчас я вам покажу, какие у меня сорта. Это у меня не бюджетные сорта, абсолютно все, так как эти георгины у меня были приобретены в гипермаркете. То есть цена, все написано, название. Очень красивый, огненный, так как осенью он действительно показывает себя во всей красе, когда уже солнышка мало, издалека выглядит просто идеально. При покупке следует обращать на описание. У каждого георгина есть свой рост, это как бы всем понятно. Есть карликовые, у которых будут только 40 см. Это средний рост от 80 до 110 см. И есть гибриды, они превышают, конечно же, где-то около 2 метров будут георгины. А здесь у меня все высокие георгинчики. Кроме, в принципе, можно тоже сказать, что это такой обычный стандартный размер, 70 см. В принципе, я и не скажу, что это мало. Сейчас мы с вами вместе вскроем упаковки и посмотрим на состояние клубеньков. Сегодня мы будем сажать дома на проращивание. Это очень удобно. Сегодня 27 апреля. Ой, простите, 27 мая. Мы с вами посмотрим на клубни. Вроде бы казалось, хорошие клубенечки. Такие вот они все тверденькие, но нам нужно убрать все самое неблагоприятное. Это, конечно же, вот такие вот обвисшие, не очень. Видите, у меня здесь появилась почечка. Именно этой почечкой мы сажаем вверх. Почему-то многие всегда думают, что если почка, то нужно как-то вложить клубень. Вот так вот и посадить. То есть корневая шейка должна у нас всегда быть в горизонтальном положении. Сейчас мы с вами уберем все самое нежеланное. Это вот эти вот прошлогодние побеги. Все мы с вами убираем. Они нам не нужны. Они будут мешаться. Сразу убираем вот эти вот обвисшие, потому что из них, к сожалению, никакого толка не будет. У нас должны быть хорошие такие клубенечки. Можно бы, казалось бы, сохранить вот этот клубенечек. Кто-то скажет, что это у него корневая шейка. Нет. Если здесь у нас такая конусовидная форма и сверху конусовидная форма, то этот клубень мы сажать не будем. Сверху должно быть такое достаточно вот уплотнение. Здесь вот хорошо как раз таки видно на этом клубне. Продолжаем удалять все самое такое ненужное. Вот видите, тоже обвисшие. Очень, к сожалению, жалко. Если мы их оставим, то корень у нас может загнить. Мы оставляем только здоровый корешок. Так, все удаляем. Вот. Вот это тоже вот мы удалим и оставим здоровый. Вот такой вот у нас получился здоровый клубень. Очень такой приятный, хочу сказать, даже вот на вид. И именно вот этой почечкой как раз у нас уже здесь зарождается жизнь. Это означает то, что пора георгинчики, то есть они проснулись и пора им уже скорее прорастать. Так как у меня есть еще отдельные георгины, к сожалению, название я уже не помню, что это Фландлайт, желтенькие такие огненные, они у меня хранятся в погребе, поэтому им еще рано просыпаться. Так, это значит, что у нас Марвел Болл. Сегодня с вами все вместе посадим. Так, теперь далее. Георгином Бристол Страйк. Тоже интересно, красиво. Что-то у меня в этом году какие-то фиолетовые. У меня один желтый, белый растет. И еще какой-то просто фиолетовый, прям насыщенный такой фиолетовый. И фиолетовый с белым. Название уже наизусть, к сожалению, даже не скажу. Так, это вот у нас что-то осталось. Но здесь ни корневой шейки, ничего. Вот, к сожалению, что нельзя такие вот глубинечки сажать. Очень жалко. Посмотрим. Так, кажется мне или не кажется, но георгинчик у нас, походу, начал расти. Или нет. Первый раз такое вижу. Ну ладно, сейчас разберемся. Также обрезаем прошлогодние побеги. Можно было бы, конечно, их еще помазать зеленкой. Но так как они хранились в магазине долгое время и, в принципе, места предыдущих срезов она все засохла, я не буду мазать. Потому что, в принципе, и как бы сейчас тут на них нет никакого таких свежих, так сказать, так извините, свежих срезов. Да, георгину срочно нужно пойти уже в рост. Вот этот вот мне не нравится, к сожалению. Вот этот хороший, такой крепкий. А здесь, видите, он болтается. Даже, не знаю. Да нет, он не будет расти. Вот этот вот срез, свежий срез. Его, та камера, вот, его было бы хорошо сейчас замазать зеленкой. Вот этот вот я оставляю. Прекрасный прям. Вообще, в общем, я их достала вовремя. Они у меня хранились на площадке, на лестничной площадке, в коляске. Так, это Bristol Strap, потому что в площадке прохладно, дома, ну, где я их буду хранить? В холодильнике, в холодильнике я их боюсь хранить, потому что я уже один раз хранила, и получилось так, что они у меня не выжили, гнил. Так, как же правильно прочитать? Pinelands Pum, такой красивый, огненный. Я думаю, то, что по осени будет великолепно тоже смотреться. Так, обязательно, когда берете клубни, просматривайте, нащупывайте клубеньки, в каком они состоянии. Здесь вот какой-то запутанный весь, и прощупывайте корневую шейку. Если она хорошая, плотная, берите, потому что прелости никаких не должно быть. Вот здесь вот вообще какая-то непонятная ситуация. Сейчас будем как-нибудь обрезать сверху. Не поймите, чего тут у нас. Так, все, я задеваю рукой штатив. Снимаю, к сожалению, сейчас на телефон. Камера непригодна. Здесь, наверное, даже вот некоторые даже отваливаются. Непонятно, что за клубенек, но, честно говоря, это был самый пригодный к выращиванию, потому что остальные там вообще не пойми, что было. Так, все удаляем. Сделаем красивый клубень. У меня еще на площадке лежат лилии. Лилия уже проросла просто очень-очень сильно. Там уже тоже вот покупала в тупермаркете. Там уже все ветвица. Вы бы только видели. Но сейчас я решила, что буду с георгинами заниматься. Поэтому лилии на потом оставлю. Так, вот это вот ничего хорошего из него не будет. Хотя, да нет, вот тоже тонкий мне не нравится. Конечно, оставлять ради эксперимента я бы оставила, но боюсь то, что растение в дальнейшем заболеет. Неизвестно, что будет. Но вот это вот плохой. Это сразу вот признак гнили. Прямо сразу же, как мы его посадим. Так, есть вот маленькие такие вот бульбочки. Все равно что-то, да, хорошее будет. Так, здесь прям даже и не знаю, если честно, будет что или нет. Прямо какой-то он сомнением меня бросает, если честно. Может быть, если все-таки вот из этих вот разовьется что-нибудь. Даже, я не знаю, потому что вот это вот висит. Были бы здоровы, я бы его удалила. Можно, конечно, оставить, потому что вот, в принципе, хороший кубенек. Из него может зародиться жизнь. Ладно, оставлю. Вроде бы вот это вот можно было бы, наверное, еще удалить. Он вот такой не очень. Я думаю, что он причинит нам потом вред. В принципе, вот такой вот кубень получился. В плачевном состоянии. Ну вот, не нравится мне этот висящий. Не знаю. Конечно, оставлю я его ради эксперимента посмотреть. Посмотрим, друзья, что получится. Вот. Пайнленд спам. Ну что ж, немножко я тут насвинячила, так сказать. К сожалению, я тут уже немножко насвинячила. Но, как я вам говорила, ничего страшного. Беру такую тару, где у меня будут два георгина, я так думаю. Подпишу потом сбоку. Желтенький я посажу чуть-чуть, наверное, в другой. Так странно сказала, чуть-чуть в другой. В общем, желтый, наверное, скорее всего, я посажу в другой контейнер. Но это мы посмотрим. Кстати, видите, беленькая. Это я готовила землю для посадки. Не помню, чего. Кажется, либо Виол, либо для, вот, покупаю потом специализированную землю. Либо для петули. Я им делала такой, так сказать, с помощью перлита дренаж. В общем, почему я беру специально такую большую тару? Потому что у них такие корышки, достаточно, так сказать, углубляются. Но вы видели, мы с вами распутали это, вот эти вот махнушки всякие разные. Так, ну, значит, вот, насыпали. Я думаю, хватит. Если что, мы потом с вами подбавим землю. Так, чуть-чуть сделаем. Подбавим землю, когда будем поливать. Значит, сажаем вот сюда. Я прям раскапываю. Посмотрим, может быть, даже брестол посадим с вами в другое место. Сажаю, значит, где-то я примерно вот так вот на серединку. А, да, кстати, помните, что у нас с вами есть почка. Вот она. Вот. Сажаем. Обязательно обращая на то, чтобы корневая шейка у нас была выше. Выше земли. Все, посадили. Вот сюда, таким вот прекрасным побегом, я сажаю брестол страйп. Тоже сажаем в бок. Сажаем так, чтобы корневая шейка была у нас наверху. Вот. Вот так у нас с вами получилось. Закрывать я их ничем не буду. Мы будем создавать естественные природные условия. Так, я взяла воду и теперь поливаю. Обильно прольем. Вот. И теперь сверху я добавлю еще земли. Мы берем еще одну тару. Он у нас такой большой, обширный, поэтому будет занимать весь контейнер. Так, аккуратно кладем. Теперь также насыпаем землю. Укладываем. В конце июня точно прям. И посадила. Он уже был зеленый и на нем уже, ну, прям, знаете, готовились уже где-то, где-то вдали прям почки. И я когда высадила, там была, значит, двухлитровая или литровая бутылка, то есть по диаметру так, и тут какие были корни, какие-то были неразвившиеся эти бульбочки. Почему все-таки, когда вот продавец заявляет себя как там с высшим стажем, да, я не знаю, как правильно говорить, почему он не позаботится о своих растениях и не позаботится, чтобы у них были комфортные условия. Кстати, еще георгины ни в коем случае нельзя заливать. Я же, когда продавала петуни, они у меня при пикировке были в таком же большом стаканчике, я понимаю, что им плохо, и я беру тару побольше. И георгины, когда я продавала, у меня был такой же контейнер. Да, у меня был зеленый уже ствол, но, извините, там не было так, что корни прям один к одному были, они у меня росли в свободных условиях. И в таком состоянии оставляем георгины до тех пор, пока они не покажут зеленые стебли. Вот такие вот у нас с вами получились посадки. Ну что же, друзья, я желаю мира и добра вашему саду. Вот в таких условиях у меня растут георгины. И отдельно картинка того, что мы с вами сегодня сажали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова